Доброго времени суток, дамы и господа! Маунтов в Вове очень много, и нужно всего лишь 500 собрать для максимального достижения, но их более 700, и у них разные способы добычи. Какие-то маунты крафтятся, какие-то лутаются за, например, акцию, промо-акцию «Пригласи друга», какие-то добываются с рейдовых боссов, а некоторые маунты будут просто-напросто вылутываться с торговой лавки. Торговая лавка — это нововведение в обновлении 10.05, которое будет, наверное, в январе-феврале. Касательно торговой лавки, видосик с первым взглядом на неё уже есть на YouTube-канале. Ссылка на этот видосик будет в описании, кто не смотрел, можете глянуть. Разные картиношки, скриншотики, мысли и всё вообще вот это прочее. Так вот, в обновлении-то будут добавлены новые маунты, разумеется, и какие-то будут тоже лутаться там со всякой новой валюты, какие-то будут лутаться, наверное, с этого боевого пропуска, с батл пасса, то есть с этой торговой лавки. Давайте-ка взглянем на всех этих маунтов и, ну, вообще хотя бы оценим их. Небесный длиннорог. Что это получается? Самая обычная какая-то птица, общипанная, не особо-то красивая. Цвет синий, что о ней ещё сказать? Кому-то она может понравиться, ну, может быть, кому-то она понравится. Возможно, может быть, кто-то ловит кайф с таких маунтов. Идём дальше. Следующий маунт — это Аш Адар, предвестник рассвета. Похож на Спектрала? Да, похож. Но это маунт, привязанный к Стражам, к Маев и всей вот этой тематике. Видно по седлу, видно по клинкам, находящимся сзади. Красивый тигр, кайфовый реально, с бронёй. Уверен, он многим понравится, и многие захотят его вылутать любыми вообще способами. Далее. Третий. Пурпурный облачный змей. То есть у нас есть облачный змей из Пандария. Мы там выбивали облачного змея с ворлдбосса с повышенным шансом. Совсем недавно дроп повысили с ворлдбоссов по маунтам. Вот. То есть облачный змей есть у многих игроков. Так, тут ещё и пурпурный вводится. Расцветка какая-то своеобразная. Ну, окей, хорошо. Такой расцветки ещё не было. Идём дальше. Четвёртый маунт — это засохший ползун. Имеется краб, который даётся за мета-ачивку в Нажетаре. Нужно переделать вообще всё-всё-всё, что там только имеется. А теперь вот засохший ползун будет в новом обновлении. И откуда он будет вылутываться, за что он будет даваться, время покажет. Идём дальше. Чик-Чирик. Есть попугай, который дропается с вольной гавани. Раз в неделю ходим в данж, можно с ласта вылутать. Само прохождение занимает там пару минут. Тут будет ещё один попугайчик. Окей, в целом-то их как бы мало. И ещё один попугайчик в целом не помешает. Но вообще, все эти летающие маунты, зачем они нужны, если у нас есть драконы в Dragonflight? Ну, только для будущих дополнений. И для разгона количества ради, там, ачивок. Окей. Идём дальше. Коралловый скат-волнорез. Интересный скат сам по себе. Скат довольно-таки хороший маунт со своеобразным таким скелетом, со своеобразной механикой передвижения. Тут он кораллового цвета, да, получается. Хорошо, идём дальше. Сказать нечего насчёт него. Бронированный золотистый тиродактиль. Очень интересный маунт для Альянса. Потому что у Альянса тиродактилей-то, по-моему, вообще нет. Их могут только ордынцы юзать. А тут, то есть для Альянса, такой красивый значок этой империи Зандалария, или как она правильно называется, видно на шее у него. Круто, почему бы и нет. Для Альянса такой маунт будет неплох, наверное. Если я не прав насчёт тиродактилей, юзая их на Альянсе, то поправите в комментариях. И последний маунт, который был показан на картинке, это лазурный болотный прыгун. Жабка. Мне лень покупать жабок по 333 тысячи голды, при условии того, что у меня 14 лямов голды имеется. Но тут теперь будет откуда-то жабка вылутана. Травы на ней много, она такая какая-то морская прям. Ну, прикольно, прикольно, окей, хорошо. Как говорится, надо будет, залутаем. На этом всё. Все маунты абсолютно показаны. Дайте знать в комментариях, какой понравился вам больше всего. Лично мне понравился Ашадар, предвестник рассвета. Люблю спектрального тигра. Моя самая любимая модель в Вове. Как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok